МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok В этом году произошли большие кадровые изменения в государственном аппарате, отметил глава государства. При этом не была допущена компанейщина и тотальная очистка рядов госслужащих, прежде всего высокого уровня. Учитывались их деловые качества и опыт. С начала года состав кабинета министров страны обновился тремя новыми главами ведомств. Это Асхат Уралов, Зульфия Сулейменова и Сырым Шарипханов. Говоря о них, президент сказал, что ряд важных министерств возглавили молодые и способные люди. Цитирую. Возможно, им не хватает опыта, в том числе жизненного, но это дело наживное. Главное, они обладают необходимыми знаниями и желанием честно трудиться на благо нашей страны, сказал президент. Процесс обновления управленческого звена будет продолжаться. Моё кредо состоит в том, что министры, акимы и другие государственные служащие должны сочетать в себе два основных качества – профессионализм и патриотизм. Их личная преданность главе государства меня не интересует. Не нужно восхвалять президента. Гораздо важнее честно и добросовестно работать, чтобы заслужить доверие и уважение граждан. Это касается всех государственных служащих. Глава государства констатировал, в обществе есть серьезные претензии к работе государственного аппарата и чиновников. Эти претензии обоснованы. Он напомнил, в республике принят целый ряд мер, направленных на обновление государственного аппарата. Впереди большая работа, на завершение которой потребуется время. Главное – изменить сознание представителей государственного аппарата. Они должны приходить на работу с полной решимостью служить народу и стране, а не для получения ложного авторитета среди своих родственников и в обществе. В этом заключается понятие «адал-азамат». 12 июня в Казахстане был объявлен День национального траура по погибшим в крупном лесном пожаре в области Абай. Он унес жизни 15 наших сограждан. На следующий день в правительстве прошло оперативное совещание под председательством Алихана Смаилова, где обсудили меры поддержки семьям погибших. Им выплатят по 7 миллионов тенге и еще по 2 миллиона на каждого ребенка. По поручению президента семьям погибших окажут всестороннюю поддержку. Это и пособия по потере кормильца, единовременная соцвыплата, обеспечение жильем, уже с мебелью и средства на погребение. Также определяются задолженности погибших лиц и членов их семей для списания кредитов. Для нас, если пакет документов пришел, мы буквально сразу готовы выплатить, потому что у нас есть свой резерв на ЧПЧС, предусмотренный и утвержденный по Печительским Советам порядка 10 миллиардов тенге, который как неприкосновенный запас, в таких ситуациях мы сразу его используем. Поэтому у нас мы готовы, как только прибудут документы, сразу же выйти на благополучателей и оказать им помощь. С выше 40 казахстанских вузов предоставят свои гранты и места в общежитии студентам из пострадавших от пожара семей. При этом для студентов и магистрантов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на бесплатное обучение. Между тем, тушение пожара в области Абай продолжается, информирует пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. До полной ликвидации пожара в регионе осуществляется постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлёстывание и засыпка кромки пожара грунтом. Угрозы населённым пунктам нет, открытые очаги горения также не обнаружены. Дальнейшее окарауливание места пожара будет обеспечиваться лесными пожарными станциями, Минэкологии и пожарных подразделений, Министерства по чрезвычайным ситуациям и вертолётами. В пятницу силы и средства Департамента ПУЧС Алматинской и Карагандинской областей, а также Астаны, убыли к месту постоянной дислокации, сообщил министр ПУЧС. Сырым Шарипханов поблагодарил огнеборцев за высокий профессионализм, проявленное мужество и героизм в борьбе с огнём. Новые технологии на страже леса от огня. В четыре раза удалось снизить количество пожаров благодаря современным вышкам с умными видеокамерами в Бурабайском национальном природном парке. Смарт-система с подключёнными к ней 14 видеокамерами позволяет оперативно реагировать на возникновение огня и дыма на территории нацпарка. В этом году она предотвратила уже несколько лесных пожаров. Подробности у Аслана Абуталипова. Систему Smart National Park Бурабай установили на территории нацпарка в 2020-м. Под её наблюдением почти 130 тысяч гектаров леса. Работают 14 вышек с камерами видеонаблюдения, оснащёнными тепловизорами и специальными датчиками. Они реагируют на перепады температуры и распознают дым. После сигнал сразу передаётся в Центр оперативного управления. На каждого оператора приходят сообщения, как в WhatsApp. Сейчас мы увидим, в данный момент, вот сюда вот идут сообщения. Вот каждая камера. И вот приходят такие сообщения и выделяют систему уже полностью. Вот здесь подозревает, дым это или не дым. И дым уже оператора отрабатывает. Приближает, в режиме онлайн может поставить. Теперь не надо круглые сутки дежурить на сопках и возвышенностях, говорят лесники. Всё за них делает искусственный интеллект. Видеокамеры на вышках определяют точное место возгорания. Вместе с этим сократилось и время прибытия лесной охраны на место происшествия. От одного часа до десяти минут. Всё это значительно уменьшило ущерб природе. В 2020 году было 22 возгорания. И общая площадь, это без системы, у нас когда ещё не было. Было 78 гектаров. У нас сгорело леса. В 2021 году мы запустили систему полностью. То есть у нас также было 22 возгорания, но общая площадь была всего лишь полтора гектара. У нас площадь уменьшилась в 20 раз, там ущерб уменьшился в 14 раз. В летнее время нужно наблюдать и мониторить за лесными массивами, говорят специалисты. Поэтому ситуацию на лесопокрытых территориях контролируют с воздуха. Также имеются летательные аппараты на территории национальных парков ГНПП Кокштау и Бурабай для выявления нарушений правил пожарной безопасности. Также на территории Акмолинской области в течение пожароопасности сезона большая часть земель лесного фонда охвачена авиапатрулированием. На территории области действуют три авиационных отделения, которые также осуществляют очень большую помощь в обнаружении лесных пожаров. В постоянной готовности находится и подразделение по чрезвычайным ситуациям. Как отмечают пожарные, несмотря на все новшества, должен быть четкий план совместных действий лесников и огнеборцев, чтобы эффективно отрабатывать возгорание в лесных массивах. Ведь борьба с огнем там имеет ряд сложностей. У нас габаритная техника, но она, однако, не может проехать трудноуступные места. Получается, лишь состав в пешем порядке добираться до возгорания. Также является отдаленность от водоемов, если это очень большое лесничество, тогда будет затопнется доставка воды. В Урабайском нацпарке намерены установить еще три вышки с видеокамерами для большего охвата наблюдением прилегающих территорий. Но наличие новых систем предупреждения пожаров не уменьшает работы в лесных хозяйствах. Защита зеленых насаждений от огня остается главной задачей лесников и пожарных до наступления осени. При этом важно не только контролировать соблюдение правил пожарной безопасности и патрулировать территорию. Нужно быть готовым оперативно реагировать на все чрезвычайные происшествия при любых условиях. Многое зависит и от населения. Ведь во многих случаях возгорания в лесу происходят по вине человека. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Виктор Поляны. Специально для Акцентов из Акмолинской области. Медицинский скандал вновь разразился в Казахстане. В центральной больнице Алматы у трех пациентов после переливания крови обнаружили ВИЧ-инфекцию. Сейчас Минздрав страны начал проверку. Создана специальная комиссия. Они пытаются выяснить, где произошло заражение. Напомню, в 2006 году в больницах Шимкента из-за использования нестерильных медицинских инструментов ВИЧ-инфекцией заразились почти 150 детей. При соблюдении всех санитарных правил норм, всех стандартов и приказов Министерства здравоохранения, больницы пациенты не должны заражаться. Поэтому это нарушение. Сейчас комиссия выяснит, действительно это состоялось в этой больнице, кто виноват, или эти пациенты были ли, уже контакты имели в другом месте. С начала года в Казахстане ВИЧ-инфекцией заразились 1600 человек. Больше половины – мужчины. Врачи утверждают, сценарий заражения вирусом иммунодефицита кардинально поменялся. Если раньше среди пациентов были те, кто употреблял инъекционные наркотики, то сейчас заболевание в основном передается половым путем. Тем не менее, по словам специалистов, летальность от ВИЧ сегодня контролируется. Чего, к примеру, не было во время вспышки коронавируса. Разгул смертельной инфекции требовал не только оперативных и решительных мер от врачей, но и серьезной информационно-разъяснительной работы. Так почему сегодня о ВИЧ говорят не так активно, как о COVID-19? Надо учесть путь передачи коронавируса. Коронавирус, он у нас передается воздушно-капельным путем, а вирус иммунодефицита человека передается тремя основными путями. Это получается половой путь, инъекционный путь и от матери к ребенку. Также надо отметить, что коронавирус во время пандемии был неизученным заболеванием. Точно такое же волнение было, когда были первые регистрации случаев ВИЧ-инфекции. В четверг во время пленарного заседания Сенат рассмотрел отчеты правительства и высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год. В представленном документе озвучены традиционные проблемы. Неэффективное расходование бюджетных средств, вопросы обслуживания госдолга, непрозрачность квазигосударственного сектора, недостижение индикаторов и отсутствие конечных результатов. По словам председателя высшей аудиторской палаты Натальи Годуновой, только за прошлый год всеми органами госаудита выявлено нарушений на 238 миллиардов тенге. Из них финансовых на 59 миллиардов тенге. Правоохранительные органы переданы на 482 материала. Об отчете высшей аудиторской палаты, об исполнении республиканского бюджета за 2022 год решили поговорить в интервью. Гость программы, член высшей аудиторской палаты Казахстана Расул Рахимов. Расул Нурланович, здравствуйте. Скажите, какие недочеты удалось выявить, изучая данные исполнения республиканского бюджета за 2022 год? Правительством проведена в целом неплохая работа по попытке купировать те или иные проблемы общеэкономического характера. Однако те системные проблемы, которые были, и которые высшая аудиторская палата из года в год приводила в рамках анализа своего, они также и остались, и масштаб в целом начинает усугубляться, если так можно сказать. Первое – это непосредственно планирование и освоение бюджетных средств. Необходимо сказать, что формально по оценкам самого правительства неосвоение составило порядка 81 миллиарда тенге, в то время как по оценке высшей аудиторской палаты по идее неосвоение должно было составлять больше 244 миллиарда тенге. Это было связано с тем, что ряд неосвоений было, то есть было проведено в около 8 корректировок бюджета, за что как раз депутаты подвергли критике правительства, и ряд средств был перенесен в резерв правительства, что формально, с точки зрения бюджетного законодательства, не является неосвоением. Вторая системная проблема, которая есть, это несоответствие тех индикаторов, стратегических индикаторов, которые ставит правительство между собой, тем объемом финансирования, который ему выделяется. Необходимо отметить, что по ряду бюджетных программ отдельных государственных органов нам зарегистрирована такая информация, отмечена такая информация, когда идет увеличение финансирования, но в то же время стратегические показатели, которые ставят индикаторы, которые госорган ставит перед собой, и которые, соответственно, потом правительство, на которое опирается, они, по сути дела, практически не меняются. То есть они как были зафиксированы на том уровне, на котором госорган чувствует, что он объективно может их выполнить, то он на таком уровне их и оставляет. Второй, третий еще момент, это то, что объем статических данных необходимо, в целом необходимо правительству, и это было отмечено в нашем заключении, проработать над качеством статической информации. Уровень безработицы, условно говоря, уровень инфляции, особенно по уровню инфляции, когда официальная цифра была, что уровень инфляции порядка 20%, в то время как цены, даже по официальной статистике, цены на продовольствие выросли, ну, ничуть не меньше, чем на 25 и более процентов. По сути дела, здесь, возможно, речь идет о металлогических подходах, но так или иначе, качество статской информации необходимо адаптировать. Третий, еще один системный вопрос, который мы, как палата, освещали, это рост расходов. Рост расходов бюджета в 2021 году, если, для примера, расходы бюджета составлялись около 16 триллионов тенге, то, соответственно, в 2022-м они составили 20 триллионов тенге. Рост порядка почти на 4 триллиона тенге, он говорит о чем? О том, что, действительно, с одной стороны, правительство в рамках выполнения своих социальных обязательств рост идет, но в то же время ненефтяными доходами данные расходы подкреплены лишь на 49, ну, в общем, грубо говоря, на 50 процентов. На 50 процентов. Это означает, что из всех этих расходов даже бюджет развития составил только 7 процентов. То есть это говорит о том, что мы сейчас, как государство, мы как страна, мы фактически расходы основной тратим не на бюджет развития, не на развитие как таковое, а на обеспечение ежедневных нужд себя и своего населения. В то же время есть и правительством, и нашим председателям это отмечалось, есть потенциал в виде теневой экономики. То есть мы, по нашим оценкам, в теневой экономике крутится сейчас минимум, минимум по году, если взять, это 4,2 триллиона тенге. То есть, по сути дела, вот тот скачок расходов между 2021 и 2022 годом, если действительно свести, то есть его можно было бы компенсировать за счет вывода средств из теневой экономики. Есть также порядка 64 видов налоговых льгот, которые по итогам, по данным нашего аудита, они не учитывались Министерством национальной экономики, ни Министерством, ни Минфином. И в рамках этого там тоже есть значительный запас финансовых средств, которые можно было бы дособрать в республиканский бюджет. Будут ли расширяться полномочия высшей аудиторской палаты? Если взять данные по 2020, 2021, 2022 году, то объем субвенции где-то составляет порядка 6 триллионов тенге. Это трансферты в основном. На 2023, 2024 и 2025 годы ожидается увеличение такого объема субвенций практически в три раза. И высшая аудиторская палата в этой связи сейчас совместно с правительством при поддержке правительства и при поддержке депутатов парламента работает над расширением своих полномочий и наделение палаты правом проверки средств местного бюджета. То есть в настоящее время высшая аудиторская палата, когда был счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, то прямо тогда в Конституции Республики Казахстан наши полномочия были ограничены только республиканским бюджетом. В то же время сейчас, став высшей аудиторской палатой, данное ограничение снято. И, соответственно, естественно, мы, президентом главы государства поставлены задачи по повышению эффективности каждого тенге. И поэтому те субвенции, которые будут идти из республиканского бюджета в местный бюджет, и, соответственно, и также из средства местного бюджета, которые собираются также в регионах, то высшая аудиторская палата будет иметь право проведения аудита непосредственно с эффективностью использования средств местного бюджета. Это один из тех колоссальных прорывов, которые позволят, на мой взгляд, кардинально повысить вообще эффективность расходования средств не только в республиканском уровне, не только средств в республиканском бюджете, но также и средства в регионах. Проблема с неосвоением заранее выделенных средств. Как ее можно решить? Рецепт, на самом деле, он тоже не нов. Рецепт, конечно, качество планирования. То есть, чем более методично правительство будет подходить к вопросу планирования своих программ развития, тех объектов, которые они будут строить, тем более, и закладывая более реалистичные цели, тем лучше это будет. Ну и особенно вот сейчас с нацпроектами тоже. Ну вот, условно говоря, есть один пример, когда в нацпроекте по сельскому хозяйству закладывалась абсолютно не реалистичная цифра по выращиванию яблоневых садов в республике Казахстан. Если в 2021 году при плане 1 миллион 500 тысяч гектар было всего лишь заложено полторы тысячи гектар яблоневых садов, в 2022 году при плане 2 миллиона 220 тысяч гектар было заложено всего лишь 30-50 тысяч гектар яблоневых садов. Соответственно, ее сокращение яблоневых садов как таковые. Поэтому, соответственно, план нацпроекта до 2025 года по площади закладки новых садов до 10,8 миллионов гектар это абсолютно нереальная цифра. И не факт, что и климатически мы для этих целей подходим. До такого объема яблоневых садов. Расул Нурланович, спасибо. До свидания. Такую прошедшую неделю увидели репортеры программы «Акценты». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова